Всем привет, на связи Мабу. Мабу это проект по разработке мобильных приложений. И в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, как же начинающему разработчику, в данном случае мы будем рассматривать андроид разработку, как начинающему андроид разработчику выйти на фриланс. Очень многие не хотят ни от кого зависеть и хотят работать на себя. Когда вы начинаете работать на себя, у вас по факту есть два варианта, ну по факту есть один вариант. Для того, чтобы найти заказ, у вас должен быть некий опыт, у вас должно быть некое доверие. И поэтому проще всего начинать с фриланса. И да, я очень часто мне пишут всякие нытики о том, что на фрилансе нереально взять заказ, и вообще это нереально, большая конкуренция, но так говорят очень ленивые люди. На самом деле, когда я начинал на фрилансе, я даже начинал как разработчик сайтов, начинал с очень конкурентной сферы, это верстка сайтов. И поверьте, конкуренция верстки сайтов, она в десятки, если не в сотни раз выше, чем в разработке мобильных приложений. И даже тогда мне уже, это было, наверное, лет 7-10 назад, мне уже тогда все договорили, что конкуренция высокая, это нереально сделать, но тем не менее я это сделал. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же вам выйти на фриланс, если вы хотите зарабатывать, не зарабатывать, скажем так, копейки, которые еле-еле будет хватать вам на еду в месяц, а в том случае, если вы хотите зарабатывать довольно-таки приличные деньги, ни от кого не зависеть и жить своей свободной жизнью. Я вам сегодня расскажу о том, как же выйти на фриланс Android разработчику. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Действительно, фриланс, это... Она уже давно и давным-давно является современным таким трендом по заработку. Но в настоящее время это все принимает такой очень сильный оборот, и с каждым годом к фрилансу относится уже как к официальному трудоустройству, скажем так. И среди... Так как эта тема на хайпе, и она очень популярная, очень много манипулируют этой темой, очень много обманщиков в этой теме есть. Но существует ряд мифов. Это то, что на фрилансе большая конкуренция и сложно взять заказ. Еще есть, что мало платят. Но это не совсем так. Во-первых, конкуренция. Если вы знаете, как обходить эту конкуренцию, и вы хоть чуть-чуть творческий человек, и хоть чуть-чуть готовы поработать для того, чтобы обойти конкурентов, то конкуренции не существует. Потому что большинство фрилансеров, кто выходит на фриланс, они очень ленивые люди и не готовы ничем... Они, скажем так, не отличаются ничем из всей массы. Их заказчик не может отличить одного от другого. А если вы сможете выделиться, о том, как выделиться, я вам расскажу в сегодняшнем видео, то вас конкуренция не столкнет. Сложно взять заказ. Ну, скажем так, большинство заказов это рассылка. Вернее, не заказы, рассылки, а большинство ответов на заказы это автоматическая рассылка. Фрилансер имеет в своем распоряжении заготовленный текст, в котором он отвечает на заказ. При этом он заказчику за его ответа непонятно, зачем ему работать с этим фрилансером, потому что фрилансер на его заказ ответил лишь, какой он крутой, да, поделился своим мнением о себе, но ничем не поделился по поводу его заказа. Поэтому тут нужно правильно брать заказ. И то, что мало платят. Ну, собственно, мало платят посредники, которые берут заказ за нормальные рыночные деньги и пытаются найти фрилансера за 30% от этой стоимости. Таких нужно игнорировать и работать. Прежде всего, уважайте свой труд, и не нужно работать за копейки. Уважайте свой труд и работайте за приличные деньги, за рыночные деньги. Тоже завышать не надо, но работать нужно за приличные деньги. Итак, на какую фриланс биржу вам подастся, как андроид-разработчику? Если вам страшно работать с иностранными заказчиками и вы хотите начать с русскоязычной биржи, хотя там заработки намного меньше, то можете взять, смело переходить на фриланс биржу freelance.ru. Если вы хотите все-таки выйти на иностранный рынок, то, конечно же, Upwork – это все, ваше все. Ну и в дальнейшем, я уверен, даже если вы с русскоязычной начнете, то через год вы перейдете на иностранную биржу. Это, конечно же, Upwork. Вот эти две биржи, которые я рекомендую. Всем выпускникам своего курса андроид-разработчиков до 3 месяца, те, которые проходили по премиальной программе и защитили свою выходную курсовую работу, то есть для всех тех, у кого я принял проекты, я помогаю с выходом на фриланс. Собственно, если вы брали премиальный пакет, то у вас есть дополнительные бонусные уроки, в которых я, в зависимости от того, какое вы направление выбрали, в том числе, там есть направление фриланс. Я рассказываю, как выйти на фриланс и помогаю в этом, и даже предоставляю свои отзывы о вас. То есть все мои выпускники получают уже готовые отзывы о них, уже прокачанный аккаунт, и они уже готовы к тому, чтобы взять заказ. Собственно, я их довожу до заказа. Поэтому, если вы хотите работать на фрилансе, вы хотите работать на фрилансе, и если вы хотите обучиться андроид-разработке все это быстренько сделать, то я вам рекомендую записаться на премиальную мою программу, где я помогаю выйти на фриланс. Но сегодня речь не об этом. Для того, чтобы выйти на фриланс, вам нужны компоненты. Во-первых, какие это компоненты? Созданный аккаунт и желательно прокачанный аккаунт. Отзывы о вас, хотя бы два. Похожие работы, которые предоставляют, похожие на заказ, хотя бы две работы. Портфолио. В портфолио хотя бы две работы. Далее мы прокачиваем, у вас должны быть прокачаны соцсети. Ну как прокачаны? Не по подписчикам, а для того, чтобы, если кто-то зашел на вашу соцсеть, неважно, что это, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Было видно то, чем вы занимаетесь, что вы профессиональный человек, там не развлекательные всякие посты, а возможно были перепосты того, из темы, то есть человек, чтобы ваш потенциальный заказчик видел, что вы интересуетесь этой темой, этой темой, и то, что по вашей стене было видно, что вы все-таки андроид-разработчик. Ну и конечно нужен ваш сайт, об этом я тоже расскажу, как его создать, и умение взять заказ. Вот об этих всех компонентах мы поговорим в сегодняшнем видео. Во-первых, когда нужно создавать аккаунт? Создавать аккаунт на фриланс-бирже нужно сразу, как только вы начали обучаться профессии, потому что очень большую роль играет, сколько времени вы находитесь на этой фриланс-бирже. Как только вам пришла идея стать фрилансером в определенной тематике, сразу создаете аккаунт. Опять же, выбираете биржу, создаете, заходите, создаете аккаунт. Далее у вас начинается процесс обучения, и вот допустим, у меня, обучаясь на курсе, мы, если человек берет премиальный пакет, то он в обычном, на стандартном моем курсе получает выпускную работу по созданию мобильного приложения для копейки, то есть для сферы услуг у него уже есть работа, и в подарок он получает курс по разработке мобильного приложения для магазина, то есть у него есть две выпускных работы, то есть по факту после моего курса он может положить себе в портфолио две работы. То есть что мы делаем? Вам нужны отзывы. Как получить отзывы? Во-первых, для того, чтобы даже перед отзывами вообще, вот эта связка, вот это портфолио, похожие работы, отзывы, они работают все вместе. Это три разных компонента, но их нужно рассматривать как один компонент, потому что один компонент выходит из другого компонента. Для того, чтобы взять вам, вот у вас получается есть заказ, размещен заказ на создание мобильного приложения для магазина одежды. Что вам нужно для того, чтобы взять этот заказ? Вам нужно иметь похожую работу в портфолио, то есть у вас должен быть проект, который вы делали по разработке мобильного приложения для магазина. Я вам так скажу, это самый частый заказ для создания приложения для магазина. То есть у вас должна быть готовая работа. Опять же, заканчивайте курс, у вас есть, мой курсок проходит, у вас есть уже готовое мобильное приложение по разработке приложения для магазина. Да, то есть у вас уже есть работа. Эту работу вы, ваш проект, вы можете положить в портфолио. Портфолио вы можете описать, как, во-первых, портфолио свое нужно размещать как на аккаунте, на фриланс-бирже, так и на своем сайте. Об этом мы поговорим позже. Как, в каком фиде можно это портфолио сделать? Ну, обычно вставляют фотографии, описания, то есть задача, то есть вы должны презентовать свою работу как кейс. То есть, какая стояла задача, как вы ее решали, какими проблемами столкнулись, как решили эти проблемы и какие технологии использовали. То есть описывайте все это дело и если есть это мобильное приложение в App Store, даете ссылку на App Store, если нет, то можете там видеофрагмент из приложения сделать, ну, как-то презентовать, чтобы было похоже. То есть у вас есть уже работа в портфолио, уже на аккаунте, то есть на аккаунте фрилансера у вас есть работа в портфолио, уже заказчик видит, что вы делали что-то похожее и желательно, чтобы на эту работу у вас был отзыв. Если вы заканчиваете курс у меня, то я вам дам отзыв. Если нет, вы и сами выучились, то вы можете схитрить на самом деле, ну, без хитрости тут никуда, на фрилансе на самом деле. Вы берете, значит, создаете аккаунт, другой аккаунт, прикрепляете там какую-то фотографию и размещаете заказ на создание приложения для магазина. Разместили задание, заходите в свой аккаунт, отзываетесь, переходите в аккаунт заказчика, подтверждаете отзыв и подтверждаете то, что вы начинаете сотрудничать. Делайте, пусть проходит некое время, пусть неделька пройдет, сдаете работу с аккаунта заказчика, подтверждаете работу и все, у вас, во-первых, есть это портфолио, уже, это работа в портфолио и плюс у вас еще отзыв по этой работе есть. И так нужно сделать две работы. Идеально, если вы сделаете, вот как я на курсе, делаю одна работа для сферы услуг, одно приложение для сферы услуг, а другое приложение для магазина, для торговли. Вот два приложения, это два самых популярных заказа на фриланс бирже, поэтому вы берете, эти две работы кладете себе в портфолио, портфолио кладете на аккаунте, на фрилансе, также, у вас есть уже похожие работы, вы уже можете смело отзываться, и у вас еще на фриланс бирже отзывы должны быть на фриланс бирже, на бирже фрилансы, на которой вы хотите работать. И у вас уже есть два отзыва. Если вы проходите мой курс, эти отзывы даю я вам. То есть, они фактически неподставные, они фактически от меня реальные отзывы. Все, у вас есть уже начало. Далее, вы должны ввести, прокачивать свой аккаунт. Вы должны сделать на аккаунте полное описание о себе какие технологии до использовать если есть возможность подписи то в каждой подписи до подписи вы указываете свой стек технологии там что-то еще ссылочку на свой это мы сейчас ну ссылочки на свои соцсети соцсети также вы должны прокачать то есть плане правильно грамотно оформить указать чтобы занимайтесь разработкой android приложений и поставить его на бирже фриланса в аккаунте и на своих соцсетях ссылку на ваш сайт про сайт мы поговорим чуть позже который вы создадите в общем то у вас должно быть по соцсетям по соцсетям да по бирже по аккаунт по аккаунту на фриланс бирж будет должно быть видно что вы профессионал вы занимаетесь непосредственно разработкой у вас есть хотя бы две работы в портфолио это очень важно и конечно же любого профессионала отражает если у него также сайт или нет сайта сделать довольно легко берете покупайте себе домен домена имя нет особо денег покупаете в зоне ru домена имя заходите на хостинг провайдер бэгет все бы все ссылочки будут в описании под видео захватим провайдер бэгет заходите этот про хостинг провайдер дадари даже две двухнедельные бесплатное пользование берете по телефону регистрируйтесь покупайте себе за 180 рублей домена имя домена имя это ссылка да по которой вас могут найти то есть это нас ссылка на ваш сайт мы запустим для интернета магазина ламода домена имя ламода точка ру у вас свое домена имя создаете создаете по фамилии назовите себя как по фамилии тире дф . там ру как-то так оформите берете устанавливайте готовый движок вордпресс прям там на хостинг провайдере на ваш сайт устанавливайте готовый движок вордпресс берете выбираете белую там стандартную тему оформления устанавливайте плагин элементар 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 и don't спал называется еще плагин в общем-то устанавливайте два этих плагина и и заходите там короче говоря есть в консоли внешний вид настроить переходите в режим настроить там выходе на главную страницу выбираете чтобы качестве главной страницы хотите использовать конкретную и одну имеющуюся там страницу они посты выбираете делаете эту страницу через режим редактирования виде шаблона элементар и и и выбирайте редактировать конструкторе элемента и там вас слева откроется панелька а справа ваша страница и вы сможете с помощью виджетов накидать верстку своей просто к конструкторам сможет собрать но опять же все эти уроки по созданию даже сайтов есть não меня на канале заходите в плейлист и ищите нужные вам вариант я думаю час потратите времени найдете все что вам нужно там все по плейлистам потому что мой канал начинался к разработке сайтов там посмотрите там все понятно там все сделайте прямо не уходя с моего канала поэтому просто как вы делаете по факту вам все нужно сделать либо делаете как я сказал по простому просто фамилию вашу контактный номер телефона до из с фотографий с вашими двумя допустим мобильным приложениями при клике по которой человек попадает допустим в веб-сторге может скачать мобильное приложение посмотреть как она сделана либо вы можете писать как кейсы тогда вам нужно найти определенную тему оформления ну для блога скажем так и каждый пост оформляете видео кейсов да и уже то тут же тут уже нужно постараться тут уже нужно подписывать также кейсы как подписывать как я рассказал для фриланс аккаунта то есть вы берете рассказывайте что была задача создать такое мобильное приложение стоимость указывайте сколько времени ушло какие технологии использовали почему использовали но есть описывать и так что было видно что вы грамотный человек грамотный специалист либо так либо на первых порах как я сказал на элемент разделайте просто одну стране на одну страничку чтобы были видны ваши работы ваши контакты также скажем так когда у вас есть сайт вы везде скидайте ссылку на ваш сайт на фриланс аккаунте на на своих соцсетях да и очень и и всем чем вы будете заниматься ежедневно это прокачивать свой сайт прокачивать свой аккаунт на фриланс бирже и также очень важно в каждом мобильном приложении который вы будете разрабатывать выезжающее меню где-нибудь незаметно оставляйте ссылку на свой сайт то есть разработчик такой то есть как как копирайт зона и ссылку прямо на свой сайт кидайте и все да и на сайте обязательно поставьте ссылку на ваш фриланс аккаунт аккаунт фриланса и на все ваши соцсети но я думаю об этом не нужно рассказать это все на поверхности и когда у вас есть аккаунт хотя бы двумя работами в портфолио двумя отзывами ссылкой на сайт ссылки на свои соцсети нормально сделаны видим деловой сайт да он должен быть должен может быть черно-белым но там будет все четко ваши контактные данные вот ваши работы вы это делаете ваш ценник все соцсети также грамотно оформлены вам не страшно никакая конкуренция потому что вы будете обходить 90 процентов как якобы конкурентов которые это не буду делать вы будете скажем так показывать то что вы профессионал вы стоите денег и у вас все грамотно сделано система и вы не будете работать за маленькие чеки не останется лишь одна проблема взять заказ здесь уже нужно поговорить поподробнее как же взять заказ большинство и как заказчика вы можете сами попробовать вы допустим зайти на фриланс биржу фриланс . ру как заказчик зарегистрироваться и поставить пока за там создать мобильное приложение для магазина и посмотреть какие ответы вам будут приходить 80 но не 8 очень много будет приходить роботов очень многие подключают роботов которые всем шлют одно и то же вы можете поставить разместить заказ мобильное приложение вам придет ответ я готов вам создать сайт то есть да даже такой есть очень много вы будете видеть шаблонных в ответов например мне понравился ваш проект и я там такой то это у меня култутые скиллы готов выполнить очень ответственный все такое это тоже все в топку это не работает нужно чтобы вашем ответе заказчик увидел некий текст который был в его заказе например заказ нужно создать мобильное приложение андроид приложение для интернет магазина допустим допустим например но в обычно очень к короткие до фразы идут в заказах ну например там бы быстрая скорость работы допустим и современный современным дизайном вы пишете ответ здравствуйте я знакомился с вашим заказом я специализируюсь на разработке мобильных приложений для интернет магазина у меня в портфолио есть подобная работа можете ознакомиться с моим портфолио делайте ссылку на свою портфолио говорите для для создания корректного андроид приложения для магазина ну или просто мобильное приложение для магазина я вам рекомендую использовать правильную архитектуру построить правильную архитектуру качестве цветов я предполагаю что скорее всего дизайна качестве с целью правильного корректного дизайна нам нужно использовать не более двух палитр цветов тут уже напишите по дело вкуса по предпочтению и я предлагаю и использовать реактивный подход к разработке вашего мобильного приложения то есть скажем так много но вы будете считать что этом как вы понимаете что вы будете работать через корутины что делать много по точно чтобы все это быстро работало есть дальше пишите есть некие вам некоторые вопросы по структуре мобильного приложения есть некие есть еще вопросы по палитре цветов и есть предложение по шрифтам которые использовать на мобильном приложении есть некие мои рекомендации по базе данных которых будет храниться вся ваша информация есть несколько вопросов как можно с вами связаться вот это очень важно как можно с вами связаться вроде бы заказчик оставил просто да от музыка свой все ему предлагали там связаться с ними а вы поставили конкретную цель для связи с теми он просто висит свяжется ну зачем связываться непонятно а вы поставили уже конкретной цель для чего с вами должен связаться заказчик то есть не начиная работать вы уже начали сотрудничать с этим заказчиком это такой психологический прием который работает он может звучать глупо но он реально работает я проверял этот прием работает и уже скажем так из десяти заказов на которые вы ответите там трое ответят вам да для того чтобы взять заказ реально нужно у вас должно быть открыто аккаунт всегда вы должны постоянно каждую часть мониторить и отвечать 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 потому что с одного раза вы не возьмете заказ иногда заказ берется с 30 40 раза иногда 10 иногда с 5 то есть как там уже получится к вам потому что все люди разные и очень важно сразу скажу не работайте бесплатно берите предоплату если вы начали найти только работать то 50 процентов берите минимально не не работайте бесплатно это разработка мобильного приложения трудоемкий процесс который делится месяцами не не берите бесплатный заказ потом будете себе локти кусать хотя бы аванс 50 процентов и в скажем так и вот с таким подходом когда вы будете уже когда вы заказчик будет видеть ответ на свой заказ не просто некий шаблонный и работели роботизированы а конкретно проработанный заказ он будет понимать что вы конкретное отвечаете не всем а конкретно ему и тогда он он захочет с вами работать и вот и к чему бы мы приходим какой мы вывод можем сделать вывод мы можем сделать следующее что на фрилансе вам не страшно не страшно не конкуренция не нишки низкие чеки не сложно взять заказ если у вас есть хотя бы две работы в портфолио опять же после моего курса вы получаете эти две работы похожие работы заказом я специально поставил в курс работу работы по созданию мобильного приложения для магазина и мобильное приложение для сферы услуг в данном случае кофейни потому что это две самых два самых популярных заказа на фрилансе разработка мобильного приложения для магазина и для кофейни и для сферы услуг я специально поставил в в обучающий проект эти две работы потому что они самые популярные заказы и у вас есть соответствующие соответственно два уже отзыва если вы на курсе у меня то я вам пишу эти отзывы если не на курсе значит я вам рассказал как взять эти отзывы можете кстати знакомым своим кому-то что-то сделать может небольшие приложения тоже смогут сделать вам отзывы поэтому тут такое дело далее вы оформляете уже вам вас аккаунт должен быть создан сразу как только вам пришла идея что вы хотите разрабатывать мобильные приложения вы оформляете свой аккаунт оформляете соцсети оформляете свой сайт на сайте все грамотно описываете можете на первое время сделать как я сказал на одной страничке все все ссылочки будут в описании и далее вы когда у вас это все есть у вас есть уже умение взять заказка я вам рассказал как брать заказ и вы начинаете работать низового не забываем про копирайт зоны со временем конечно я советую вам хотя бы через годик после работы создать свой youtube канал чтобы привлекать уже дополнительный источник даже можете сразу создавать свой youtube канал и рассказывать но у вас рассказы должны быть не на тему как сделать панель навигации а не для разработчиков а тематика должна быть для заказов для именно для привлечения заказов а именно о мобильных приложениях для бизнеса то есть вы должны высечь все те поисковые запросы которые ищут те люди которым нужно мобильное приложение и на эти тематики снимать видео могут могут быть короткие могут быть подкасты как удобнее чем меньше времени вы на это тратите тем лучше и начинаете заводиться и самое главное не покупайте никогда платную рекламу в качестве рекламы для своего для себя для своего сайта то есть многие идут яндекс директ заказывать рекламу и там просто тысячами просто сливают свои бюджеты не получив ни одного заказа этого делать не нужно в первый год в первые два года пока у вас нет крупных постоянных заказчиков не надо и вообще вот эта платная реклама сфере оказания вот таких услуг как разработка мобильных приложений она не действует действуют теплые контакты то есть когда о вас рассказывают уже и заказчики с которыми вы работали когда приходит старые заказчики заказы с фриланса приходят в заход приходят заказчики из по допустим с вашего youtube канала очень часто и приходят уже по копирайт зонам мобильных приложений которые вы уже создали то есть где-то в каком-то мобильном приложении которые вы создали где-то вы выдвигающей панели понравилось мобильное приложение человек увидел что выдвигающейся панели и ссылочка на вас как на разработчика он заходит к вам на сайт и с вами связывается вот это Это все источники привлечения заказчиков к вам. Ну, а на сегодня у меня все. Я рассказал вам о всем своем опыте выходе на фриланс. Надеюсь, было полезно. Ставим лайк. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. Ну, а мы встретимся с вами на выходных на нашем еженедельном подкасте. Всем удачи, всем пока.